Привет, друзья! С вами Аркадий из Канады. Сейчас мы на Ямайке. И это видео будет на английском языке, потому что оно сделано в коллаборации с известным ямайским блогером Мистер Шеф Вау. О, мой Бог! Нет! Мистер Вау! Он приготовит для нас его самое любимое, известное ямайское блюдо. Мы посмотрим, на самом деле, нравится ли оно русскому человеку или нет. У него на ютубе уже есть рецепты на это и другие ямайские блюда. И я оставлю ссылку в описании к ролику на его канал. Давайте проверим ямайскую еду. А если вы что-то знаете о ямайской кухне или живете на Ямайке, пожалуйста, напишите в комментариях, на самом деле, рекомендовали бы вы ее? Действительно ли это самая лучшая ямайская еда? Приготовлена ли она правильно? Давайте попробуем. Так, и что это? Красный окунь, так? И она будет на гриле и на гриле или на пару? На гриле, на гриле! Слушайте меня! Я ямайский шеф-повар, я ютубер, я пою и танцую, я говорю на испанском. Добро пожаловать на Ямайку! Сегодня я приготовлю для вас красного морского окуня и морскую форель. Посмотрите! Вот это красный морской окунь, это форель. Так, здесь острые перцы, соль, черный перец, здесь чесночная, здесь маринад, здесь острые красные перцы. Много чеснока, много чеснока. И специи, и должно быть острые. А это кокосовый соус у нас. Кокосовое молоко или что это? Кокосовый соус. Бешамель, кокосовый бешамель. Это у нас масло овощное, мы его нальем на гриль. Маринованное уже. Два кусочка окуня и два кусочка форели. Значит, то, что вы будете класть вверх на тарелку для красоты, то и обжариваете первым ту часть. А какой будет гарнир к этому всему? Какой будет ямайский гарнир? Ну, сегодня у нас в ресторане испанская ночь, поэтому мы бы обычно положили, конечно, рис и фасоль, но я рекомендую картофель и салат. Ям, знаете, картофель и салат. Томаты, там еще что-то, в общем, посмотрим. Какую-то зерень положу здесь, и лук зеленый еще. Чесночка. Это только для придания вкуса, это для вкуса, это не едят. Смотрите, какой цвет красивый. Очень аутентично. Побольше вкуса сюда. Как дела-то сегодня вообще? Отвози, как дела? Давайте заходите на мой инстаграм, мистер Оу Вау. И комментируйте все. Хорошо под этим видео, окей? Давайте комментируйте и наслаждайтесь шефом Вау. Давайте после гриля их просто уберем из вот этого маринада всего на сухую поверхность. Так. Окей. Мы уже не так, как вы видите. Прожибли, чтобы это не пропустить. Так, как вы видите? Что? Так. А. Так. Твое. Так, вот это у нас картошка, она печеная. Сначала ее сварили, а потом сделали на гриле. Лучок. Давайте теперь презентацию сделаем. Так, теперь кокосовый соус сюда сверху. Мучок. Белый лучок. Специи. Это острые? Да, ты любишь острые? Ты любишь это? Да. Гот! Гот. Это острые? Да. Будечка. Да. Да. Д Felipe. М Продолжение следует... Если хотите такую же красивую тарелочку, езжайте на Ямайку, спросите шефа ВАУ в отеле Гран Бахия. Я для тебя это приготовил, я и принесу тебе это к столу. Давай это положим слева, а ты справа вилки свои положи. Спасибо, спасибо. Давайте попробуем теперь на гриле вот этого окуня и форель с кокосовым соусом, с травками. Сначала будем пробовать форель. Очень-очень такой кремовый вкус. Очень чувствуется кокосик. И травы. Очень много дает вкуса для рыбы. А рыбой не пахнет. Очень приятно пахнет каким-то вот как маслом сливочным и травами. Может даже томатами. Картошка прям отлично подходит к рыбке. Сначала они ее сварили, а потом уже пожарили. Зеленый салатик, томаты и салат. Никакого масла, никаких соусов на этом салате. И это прям прекрасно. К рыбе подходит к грилю. Очень такой летний вкус получается с гриля, как будто бы рыба с салатом. А давайте вторую рыбу попробуем. Они одинаково выглядят, но у нее такой более мясистый вкус. И она не такая уже мягкая. Другой вкус получился. У нее меньше жира. И она прям такая сытная очень. Мне так нравится вкус. Мне нравится, что она остренькая такая. Я бы не сказал, что этот лук на гриле. Он по вкусу не на гриле, он как карамелеризованный получился в итоге. Он в себя вобрал все соусы и масло. Очень хорошо. Зеленый лук куда-то пропал, который он использовал при жарке. Просто отдал вкус и все. И его даже здесь и нет. До этого ужина я думал, что ямайская еда это только жареная курица, это пирожки с говядиной. А, ну и еще у них есть разные рагу из мяса, из костей. Из чего только не делают. Из свинины, из баранины. Я не думал, что ямайская еда будет такая вкусная. Из-за специй, из-за всех этих. Право великолепно. Я точно это все доем. Подпишитесь на мой канал пока. Подпишитесь на Мистер Эшеф Вау тоже. У него много видео, много рецептов. О, пока это самое лучшее, что я пробовал на Ямайке. Но я бы хотел еще, чтобы вы что-то мне подсказали. Я думаю, что половину уже съел. Не уверен, что все съем. Белое вино к этому прям супер идет. Оно кисленькое такое немного. И оно как бы охлаждает огонь в вашем рту после всех этих специй. Кисловатое такое. Прям идеально с белой рыбой. Так, а какая была форель-то, а какой был окунь? А, ну я правильно угадал. Конечно, я неправильно угадал. Сначала был окунь. Ну какая разница, это было просто идеально, как это было приготовлено. Я прям очень ценю, как мистер Шеф Вау сделал для меня этот ужин. И сапога у меня прям великолепные, опытные. Ямайки всем такого советую. Люди прямо супер, погода супер. Пляж супер. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, подписывайтесь на Шеф Вау. Спасибо, что смотрели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok